Может быть, сплотиться оппозиция? Как вы думаете? Во-первых, слово оппозиция не очень уместно в нашей жизни. Какая может быть оппозиция в нашей политической системе? Есть просто люди, отдельные группы недовольных людей. Никакой возможности создать оппозицию в нашей стране нет и быть не может. Есть просто люди, которым по разным причинам очень не нравится то, что происходит. И они видят, что жизнь надо было переустроить иначе. Но они как-то пытаются проявить себя. Возможности у них для этого очень мало. Что касается выборов, то да, масса людей живет с этого. Бесконечно придумываются все новые формы обхода реальности. Реальность в том, что надо спросить у людей, чего они хотят, и каких людей они хотят видеть. Это тщательно избегают. Все время придумывается что-то. Человек идет от другой партии, а потом переходит в правящую. Вообще он никакой партии не принадлежит, а потом приходит правящий. Люди не могут голосовать в нашей жизни за оппозицию. Что значит человеку проголосовать за оппозиционного мэра? Его же преследует страх. Ну вот он проголосал за оппозиционера. И что произошло? Городу денег не дадут, электричество отключат, пенсии не завезут. Зачем же ему голосовать за оппозицию? Надо в любом случае голосовать за власть, потому что хоть что-то, но даст. Такова реальность наших маленьких поселков, деревень, моногородков. А там сосредоточена немалая часть населения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова